Привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаем новый влог. Начнем его с распаковки очень интересной посылочки. Вот такая вот коробочка из интернет-магазина Рандеву. Рандеву – это довольно популярный российский интернет-магазин. И там у нас представлены оригинальные ароматы. Люксовые, не только люксовые, фужерные. Есть даже винтажные ароматы. Кто хочет заказать какой-то, знаете, аромат там из детства, вот такие ароматы есть на этом сайте. Это оригиналы. И у меня здесь набор мини-версий. Набор мини-версий – это хороший формат для знакомства с ароматами. Кто, как и я, не сильно знаком с люксом и хочет что-то попробовать, мне кажется, проще взять вот такие вот пробнички мини-версии. Вот такая вот красивая посылочка. Сейчас будем вместе с вами распаковывать. Очень быстрая доставка по Москве и Санкт-Петербургу, по-моему, даже в день заказа. И у них на сайте представлены еще интересные девчонки-аромадиффузоры для дома всякие. Средства для ароматерапии и так далее. Ну, интересненько. И есть боксы. Боксы есть тематические. То есть мужские, женские. Есть подборка, допустим, древесных ароматов. Есть подборка свежих ароматов. У меня здесь подборка из восьми летних ароматов, конечно же, потому что впереди лето. То есть прям вот собраны такие тематические по нотам, которые вы любите, да? Так, здесь у нас что, накладная? Да, накладная. Так. Сайты гарантируют девчонке, что это оригиналы, и что они закупаются только у производителей. И они предоставляют эту гарантию. Так, смотрим. Набор. У меня номер пятнадцатый. Они по номерам там все есть на сайте, если что. Топ летних ароматов для нее. Смотрите, как все упаковано. Пупырочку. И сейчас мы с вами достанем. Ой-ой-ой. Подарочек. Положили подарочек. Я смотрю, накладной подарочек. Смотрите, как выглядит сам вот такой красивый боксик. На сайте они так и нарисованы. Это такая плотная коробочка. Из плотного материала. Так, и как он у нас открывается, выдвигается? Наверное, выдвигается, девчонки. Но здесь приклеено. Сейчас немножко надрежем. И посмотрим. Здесь восемь ароматов по полтора миллилитра. Сайт дает специально для вас. Моя хорошая скидочка. Промо-код. Я вам обязательно пропишу в инфобоксе. Я не могу выдвинуть. Обязательно вам пропишу ее в промо-код. В промо-боксе. Проходите, смотрите, пользуйтесь. Так, ну и как? Как мне открыть? Девчонки. Здесь как магнитный такой замочек. Он и есть магнитный, видите? И вот как все упаковано красиво. На крышечке у нас с вами есть описание ароматов. Ой, слушайте, для полутора миллилитров довольно большой такой формат. Можно в сумочку положить, да? И они с распылителем. Естественно, это удобно. Гораздо удобнее подарочек. Мне положили подарочек. Два даже. Так, подарок сыворотка. Сыворотка, сыворотка для лица. Я так понимаю. Сейчас сайт расширяется и вводит еще уходовую косметику. Зубные пасты, уходовые средства для мужчин. Много чего интересного можно найти. Вот такая сыворотка здесь по-русски. А вот. Так, по-русски есть. Увлажняющая, успокаивающая, насыщенная масло сыворотка. Увлажняющая и успокаивающая, насыщенный дневной крем. О, как здорово. Смотрите, кто знает такого производителя, девчонки? Это Люмине, Финляндия. Смотрите, знаете такую марку? Если знаете, напишите, кто пользовался. Интересно будет попробовать. Спасибо за это сайт Ордово. Ой, смотрите, положили еще вот такой вот подарочек. Так, это у нас Кристиан Диор Жадор. Аромат. Вообще здорово. Он тоже с распылителем. Ой, какая красота. Смотрите, какой беленький, красивый. Супер. Давайте потестируем его сначала. У меня не было оригинала. Но это и есть оригинал. Имеет у меня вообще не было этого аромата. Классный. Ой, это мой аромат. Ой, вообще супер. Какой терпкий, стойкий. Слушайте, класс. С удовольствием буду пользоваться. Такой подарочек тоже, конечно, спасибо. Сайту рандовой. Так, давайте приступим с вами к обзору летних вот этих ароматов. Кто что из них пробовал? У кого в любимчиков? В любимчиков есть такие ароматы? Напишите. Так, первый аромат у нас могу коверкать, девчонки. Я не спец в люксе. Далеко не все ароматы пробовала. А некоторые из этих пробовала. Так, мантель, по-моему, первый называется. Я вам сейчас поближе еще коробочку покажу, что она из себя представляет. Вот, девчонки, как выглядит сыворотка с кремом. Да, кто пользовался, напишите. Попробуем. Вот коробочка. Очень красивая. Вот так она открывается. И вот какие здесь ароматы. Поближе вам покажу. А то название исковеркаю. Вот это подборочка топ летних ароматов. Вот такая вот красивая. Удобный распылитель. Удобно хранить. Красота. Эти все ароматы должны быть такие легенькие, летние, свежие. Я так подозреваю, раз подборка, да. Так, мантель. Сейчас все они у меня, конечно, будут перемешиваться, но постараемся с вами протестировать. Может быть, даже лучше делать это на блистерах, на бумажечках хотя бы. Ой, класс. Какой интересный. Классный. Мне первый понравился вот этот мантель. Он действительно свеженький, с какими-то нотками, пряными даже чуть-чуть. Ну, посмотрим. Ароматы все интересные, они будут раскрываться дальше. Так, второй у нас. Reflection. Ой, вообще, даже вот не буду коверкать второй, девчонки. Сами посмотрите, как он называется, да. Я вообще... Так. Ой, этот классный первый вообще. Прям вот под настроение себе выбираешь, сумочку кладешь. О, это цветочный. Здесь ландыш чувствую. Ноты вам никакие зачитывать не буду. Это ужасно скучно, потому что... Сами можете зайти на сайт и ознакомиться. Ой, здесь ландыш чувствую. Прям такой весенний-весенний, свеженький, зелененький. С ландышем аромат. Кто-таки и любит? Ух, вообще. А Dolce Gabbana Light & Blue третий. Этот аромат я пробовала. Он у меня был. Он классный, я знаю. Ой, ну Жадор вообще. Жадор это прямой аромат. Ой, как классно пахнет. Вот это подарочек. Я теперь хочу его большой. Ага, Light & Blue, все, да. То же самое, один в один. Я не скажу, что я там поклонник сильного этого аромата, но мне кажется, раз в два в своей жизни я его покупала. Он действительно такой летний классный. Так, четвертый аромат у нас. Герлен, Аква Аллегория, Мандарин, Базилик. Вот такой. Интересно. Интересно. Так, куда пшикнуть уже мне, я не знаю. Все равно лучше на коже. На блистрах, мне кажется, не так аромат передается на бумажных. Мандарин. Классный. Вообще классный. Суперский. Мандарин свежий. Мандарин с какой-то акватической ноткой. Классный, вообще суперский. Нравится. Так, пятый аромат. Байреду, если я не ошибаюсь. Девчонки, вы меня поправляете, если что. Вот этот вот. Вот над пальцем, который. Мандарин классный. Вообще супер. Так, Байреду. Распыляем. Интересный. Какой-то сладкокожаный. Я прям даже не сказала, что это лето. Сейчас может быть он на коже раскроется. Кожаные нотки чувствую. Ну, акватически чувствую. И сладость какой-то. Очень интересный. Поехали дальше. Дальше у нас Вильхельм парфюмерия. Манго скин. Вот он. Над рукой. Вот этот вот ароматик. Так. Куда? Ой, сладкий. Прям последний. Вот сладкий кожаные нотки. Прям вот даже какой-то отголосок молекулы есть, если честно. Куда? Уже на ноги. Так, давайте куда-нибудь сюда. Тоже сладенький. Тоже сладенький, но с акватическими нотками. Очень интересный. Чем-то чуть-чуть похож на Жадор. Вот сейчас свежестью начинает раскрываться. Сладость уходит. И начинается раскрываться свежестью. Похожий на Дольче Габбана Light & Blue. Класс. Супер. Нравится. Так. Седьмой аромат. Джульет. Хезеган. Ноты парфюм. Вот этот вот беленький. Вот как он выглядит. Так. Потестируем. Вот сюда тебе, дорогой. Цветочный. И нежненький такой в то же время. Сначала показался терпким, потом терпкость уходит. Есть и цветочные, тоже акватические какие-то нотки. Опять я слышу отголосок молекулы, девчонки. Все, у меня молекула, наверное, это уже по жизни со мной. Интересный, притягательный такой аромат. Так, и последний в этой коллекции у нас, девчонки, Хермиш, Хермиш, я не знаю, как правильно. А Ложардин, да что-то. Вот этот. Последний. Сейчас его потестирую. Ой, ландышем раскрываться начинает вот этот Джульет. Интересненько. Но есть как будто какая-то тревесная нотка, похожая опять на молекулу. Так. Ой, а вот этот классный. Последний. Цветы и зелень. И ландыш опять чувствую. Ой, какой он интересный. Мне что-то напоминает из детства. Вот этот аромат. Прям однозначно. Очень интересный. Цветочный. Вообще классный. Я прям довольна всеми ароматами под настроение. Вообще супер, девчонки, классно. Мне очень понравилось. И так презентабельно все упаковано, мне кажется, на подарочек. Вот так вот. Вообще здорово, да? Хоп. Вот у меня номер 15. Восемь штучек по полтора миллилитра. Классно. Вот так сайт называется. Но я вам оставлю ссылочку, оставлю вам промокод на скидку. Кто пользуется люксовыми ароматами или хочет попробовать вот такой вот мини-формат. Вообще мне кажется здорово. Здорово. Отличненько. Супер. Но больше всего мне понравился Жадор. Я, конечно, люблю свежие ароматы. Специально взяла вот такие вот летние. Все теперь блухухаю. Ими супер. Но больше всего мне понравился, конечно, Жадор. Жадор вообще супер. Вот это прям мое. Мое-мое. Потрясающий. Никогда бы даже на него не подумала. Слушайте, по описанию, что он мне так сильно понравится. Я имею в виду по описанию нот. Здорово. Раньше как-то, наверное, в школьные годы, в студенческие, я пользовалась исключительно свежими ароматами. Такими вот акватическими, типа Тольча Габана и подобные. А сейчас вот нет. Вот знаете, прям вот не хочется. Совсем уже много-много лет больше нравятся такие древесные. Ароматы интересные. Ароматы шлейфовые. Уже таких не хочется. Блин, они все классные, все интересные. Надо по очереди носить, смотреть, как раскрываются, выбирать свой фаворит. И обязательно убрать потом полную версию. Пробника хватит, в принципе, надолго. Можно долго слушать аромат, носить на себе, носить на одежде. Распылитель это вообще потрясающе. Молодцы. Хорошо, что здесь есть распылитель. Это отлично. Ну что такое. Можно долго потестировать, долго поносить на себе и выбрать для себя действительно тот, который тебя цепляет. Так, ну что, девчонки, поехали дальше. Еще хотела вам показать, знаете, что вчера забрали мы заказ с сайта Эльдорадо. Я заказала моющий пылесос. Хочу вам сделать обзор. Это не реклама. Все абсолютно куплено на мои деньги. Поэтому просто, может быть, вам будет полезно. Почему купила его? У меня, в принципе, есть пылесос. И я каждый день мою палы, швабры. У меня территория небольшая. 10 минут как бы не составляет абсолютно никакого труда. Почему пал как бы выбор на моющий пылесос? Во-первых, подумала, что сейчас вот рождение ребенка. И он моющий паровой. Он моет, то есть, паром. Что это очень актуально. И, во-вторых, мы недавно еще купили холодильник тоже в Эльдорадо. Если кому интересно, на холодильник обзор я вам тоже сделаю. Если интересно, пишите. Если кто-то там сейчас задумался покупать холодильник. Мы такой довольно бюджетный взяли за 24 тысячи. Потому что у нас места под холодильник на кухне в этой квартире тоже мало. И выбор там стоял не сильно большой. По габаритам, я имею в виду. Но неплохой. В общем, за холодильник в Эльдорадо нам начислила почти 5 тысяч бонусов. Еще у меня там была где-то 600. И, естественно, их надо потратить. Потому что в Эльдорадо, кто покупает, знает, они сгорают. Мы долго думали. Я сначала думала электрогриль купить. Но я его тоже куплю, потому что сейчас мне опять начислили бонусы, которые в ближайшее время сгорят. И хочется их потратить, конечно, с выгодой. У меня было в итоге почти 6-5,5 тысяч бонусов у Эльдорадо. И мы думали, что все-таки надо обязательно их куда-то потратить на что-то нужное, на то, что всегда пригодится. Пылесос у меня сейчас такой до этого был средненький. Он не очень хорошо пылесосил ковры, потому что без щетки. И ковер я убирала либо вот этой губкой фаберликовской от шерсти, от котов. Каждый день это приходилось делать, потому что она всегда там скапливалась, хотя он у нас без ворса. Один маленький коврик у нас есть в квартире, в зале, да, при кроватной у дочери, все. А так у меня, в принципе, ламинат и линолеум. Я в основном каждый день мою полы, влажная уборка. Вот. И поэтому решили, что да, нам нужен пылесос. И моющий пылесос, это круто. Полезла смотреть. Нашла. Тоже выбрала, в принципе, практически самый бюджетный вариант, но самые классные отзывы у него были. Это Китфорд, пылесос Китфорд. Кому интересно, посмотрите. На зоне отзывов на него очень много. И там, наверное, оценка 4,95 из 5. Как бы я все прочитала, со всем ознакомилась. Я теперь всегда изучаю. Я вам уже рассказывала в предыдущих видео. Я залезу на Зон, залезу на Wildberries, на сайт Эльдорадо, МВидео, ДНС. И везде почитаю отзывы, потому что, ну, мало ли, некоторые, вот знаете, плохие отзывы не публикуют, да, не пропускают или быстро удаляют. Поэтому все-таки искала, везде искала, везде ознакомилась, поняла, что мне надо. Он самый дешевый, даже без этих бонусов, на сайте Эльдорадо. Я сейчас всегда заказываю на сайте Эльдорадо. Именно на сайте, потому что в наличии в магазине мало товаров, которые я хочу. Ну, и отзывы, конечно, можно почитать. Холодильник мы заказывали с доставкой, и чтобы нам старый заодно вывезли. Или у них там какая-то программа, есть зеленая утилизация, то есть за один рубль они старый вывозят. Вот они у нас старый забрали, на четвертый этаж нам подняли новый. Пылесос не стал платить за доставку, мы поехали его вчера, забрали сами. 390 рублей у нас доставка по Туль, хотя рядом вот со всем. Не забрали, в общем. Пылесос Китфорд, моющий он называется, но моет он паром. Он и как пылесос, он и как дезинфектор, там 100 с чем-то градусов пар. То есть сразу дезинфицирует палы, и как пылесос работает, и моет паром. Вообще мне понравилось. Я вчера с ним разбиралась, ознакомилась с инструкцией, чтобы сегодня вам как следует рассказать и показать. И в итоге, смотрите, на сайте Эльдорадо он стоит дешевле всего 10 с чем-то, где-то 10 с половиной где-то тысяч. Я списала вот эти 5, сколько, 5 с небольшим, в общем половина ровно стоимости, да. Он мне обошелся в 5 с чем-то, пылесос. Вот этот моющий, я считаю, что это круто на самом деле за 5 тысяч купить моющий такой пылесос. Там у них программа лояльности в Эльдорадо. Если вы достигаете какого-то уровня определенного, то у вас 30% списывается от покупки. Еще больше уровень 50%. Но вот как раз мы холодильник купили, я этого уровня достигла, где могу списать 50% от покупки баллами, да. Вот, и я их списала, он мне обошелся всего в 5 с чем-то тысяч. Поэтому я безумно рада, хочу с вами поделиться этой покупкой. Может быть, кому-то будет интересно, полезно. Может быть, кто-то тоже сейчас выбирает пылесосы. И я вам наглядно сейчас все покажу. Смотрите, девчонки, вот коробка от пылесоса Китфорд. Так, его модель КТ 575-1, черный. Он есть еще белый и, по-моему, в других цветах. Я даже смотрела на Алиэкспресс. На Алиэкспресс даже этот пылесос дороже, чем в Эльдорадо сейчас по скидочке. Вот коробочка. Он был хорошо упакован, а внутри, знаете, такая штука была, картонка, как от яиц. То есть с обоих сторон переложено, мы ее сразу на помойке выбросили. Так, вот еще информация, кому интересно. Я ссылку вам оставлю, если что. Пройдете, посмотрите. Мощность 1600. Паровой швабры 1000, пылесоса 600. Я пробовала им и ковер. Вот он, да, у нас коврик у дочери возле кроватки, да. Он пылесосит, отлично, сейчас вам покажу. Всю шерсть от котов он собирает. Так, фокус. Вот его размеры, все характеристики. Коробку убираем. И вот он, дорогой, стоит в режиме парковки. То есть он может стоять в режиме парковки. Смотрите, вот тут такая ручка. Вот они кнопочки подачи пара, максимальная или минимальная, и включение. Режим парковки, шнур очень длинный. Если до этого пылесос я переключала, когда пылесосила в розетку в зале, когда пылесосила на кухне, мне приходилось переключать на кухню. Сейчас я вам подробно его весь покажу. А этого шнура хватает вообще на всю квартиру. Так, смотрите. Сейчас я вам покажу, наверное, его щетки. Потому что я когда искала, ну не щетки, а то, что находится здесь внизу, когда искала обзор, я этого не нашла. Вот здесь такая на липучке синенькая штучка. В отзывах писали, что ее лучше не отлеплять. В инструкции написано, что ее отлеплять можно и мыть. Но я ее влажной салфеточкой вот так протерла и не отлепляла. А вот вторую я сняла промыла. Сейчас вам покажу, как она крепится. Вот такая вот тряпочка. Я ее уже вчера руками простернула. Она надевается. И в комплекте еще есть одна липучка и еще одна такая тряпочка. Видите, моя уже не свежая. Надо в машинке постирать. Я просто вчера быстро руками, мне так было все интересно. И получается, всасывает он вот здесь пыль. И вот тут, по-моему, тоже дырочка. Вот отсюда подается пар, я так понимаю. Вот эта тряпочка, она надевается вот на этот корпус. И он вот сюда защелкивается. И через вот эти дырочки, да, поступает пар. Воду в него желательно, написано, заливать дистиллированную. Ну и как во все такие приборы. Сейчас я тряпочку одену и прикрепим с вами, покажу. Вот я надела тряпочку. Она довольно такая жесткая, но очень хорошо моет полы. На ламинате у меня разводы не оставались вчера. Я сейчас еще уберусь. Мне так понравилось вчера. Вот написано, куда нажать, чтобы ее снять. Я сейчас ее вот так до щелчка одену. Не знаю, одной рукой получится. Девчонки, нет, у меня одной рукой не получится. Я сейчас ее вставлю и покажу. Все, легко одевается до щелчка. И вот так, собственно говоря, выглядит не с пылесоса. Вот здесь. И вот здесь он засасывает, получается. Тут есть вот какая-то щель еще. А вот тут дает паром. Вот эта губочка становится влажной. Полы потом такие теплые. А вот эта она у нас вытирает насухо потом. Ну, не совсем насухо. Видно, что ты обрабатываешь паром. Видно, что идет влажная уборка. Но они практически моментально за несколько секунд высыхают. И пол такой прям теплый потом. Подняла, у меня шнур размотался. Он достаточно тяжелый. Писали в отзывах, что он тяжеловат. Но он на колесиках. И катать его, в принципе, нормально. Носить тяжеловато, да? Вес, я не знаю, там, по-моему, был на коробке написан. Вот у нас пылесборник. Он у нас вытаскивается. Ой, сейчас, девчонки. Легко. Смотрите, какие здесь фильтры. Фильтр вот этот добротный, не так себе внутри. Первый вот такой. Его достаточно написано чистить щеточкой. Не обязательно мыть. Но можно, когда сильно загрязнен, мыть. Вот первый фильтр, да? И вот внутри второй. Металлический, такой добротный прям фильтр. И вот сам пылесборник. У меня тут что-то даже валяется. Еще почему-то хотя вчера вытрясывала. И вставляется это все дело легко. Вот тут есть паз. Оп. И сверху тоже в пазы вот этот фильтр. И потом опять нажимаем на кнопочку. Сейчас получится. У меня одна рука опять. Не получится. Нажимаем на кнопочку. В общем, опять туда его вставляем. Все, вставили. Вот здесь у нас достаточно удобная ручка переносить. И знаете, я когда пылесошу, я держусь за нее рукой, когда ковер пылесошу. Потому что по ковру ездит с усилием. Это даже написано в инструкции. Я вам сейчас покажу. Я держусь за эту ручку и за верхнюю ручку я держусь. И тогда нормально. Так. Здесь у нас контейнер для воды. Он у меня уже вытащен сзади. Есть крепление для шнура. Нижнее я не использовала. А верхнее крепление вот сюда я задеваю, когда пылесошу, чтобы шнур не мешался, не болтался под ногами. Вот. Контейнер для воды у меня уже лежит, просыхает. Смотрите, как он выглядит вот так. Вот такая пробочка. Я вчера наливала. И мне хватило, наверное, вот столько на всю квартиру. Я пробовала максимальный режим пара отдачи. И где-то вот чуть больше половины у меня ушло водички на всю квартиру. Но я долго и старательно делала, потому что первый раз мне было интересно. Мне так понравилось. Прям невозможно. Так. Я сейчас сюда налью водички. Она удобно наливается через лейку. Сюда подходит горлышко от лейки, чтобы ничего не намочить. Закрывается контейнер и ставится вот в эти пазли тоже кнопочка есть такая. Видите? И еще написано, девчонки, в отзывах и в инструкции, что первый раз пылесос, когда вы используете, может быть подача пара плохая, либо ее нет. И тогда нужно вот это отверстие, смотрите, тут дырочка, да, продуть шприцом. Вот это. Я не стала так делать сначала, я попробовала сразу работать им, и у меня пошел пар нормально, мне продувать ничего не пришлось. Но такой момент, как бы он существует, имейте в виду, это нормально, потому что впервые используется агрегат. Так, сейчас я пойду налью водички. Налила. И теперь вот этой кнопочкой, крышечкой вниз, мы с вами ее вставляем в пазы до щелчка тоже. Оп, все, щелкнуло, видите? Когда вода опускается ниже минимального уровня, надо подлить. Больше максимального наливать тоже нельзя. Из режима парковки у нас с вами он выводится, мы придерживаем ногой внизу, наклоняем чуть вперед, хоп, и вот он у нас какой, да? В режим парковки, опять, если хотите поставить, ну, поставить его, все, вы сделали свои дела, мы его вот так наклоняем, все, он стоит в режиме парковки. Сейчас включим его, с вами покажу, как гудит и как вообще работает. Смотрите, вот он как целиком выглядит. Вот эта ручка, кстати, она была вытащена, когда мы его купили. Она вставляется нажатием вот на эту кнопочку, все как бы хорошо. Вот сюда я убираю шнур, чтобы он мне не мешался вверх, да, чтобы он по полу за мной не волочился. Вот эта кнопка у нас для подачи пара, ее нужно держать, то есть не нажал и отпустил, а ее, конечно, нужно держать во время использования. И теперь первым делом, если мы хотим с вами просто пылесосить, мы нажимаем кнопку в кол-выкол, если мы хотим с вами обработать паром, то выбираем режим мин-макс, если мы с вами хотим и то и другое, как люблю я, да, сразу все, то сначала мы нажимаем режим пара, давайте макс, когда перестанет мигать кнопочка, пылесос готов, то есть вода подготовлена, пар готов. Это быстро довольно-таки, ну, вчера, по крайней мере, было, да, сейчас посмотрим, когда она перестает мигать, мы с вами можем начинать уборку, вот, она пока мигает, все, вот, все, она готова. И теперь мы нажимаем с вами включение, я его переворачиваю, чтобы показать вам, вывожу из режима парковки, покажу вам сейчас на ковре и покажу так. Так, видите, довольно большая щетка, кто-то писал, что не залезает в углы, у меня во все углы, как бы все, она нормально залезает. Под мебель, ну, под мебель я не пылесош, потому что у меня вся мебель, ну, низкая, она на полу буквально стоит, вот, допустим, кровать, под нее никакой пылесос не подлезет, да. Так, смотрите, сейчас показываю вам, как гудит. Выключила. Ну, вот, как бы обычный шум от пылесоса, я вам показываю так специально на солнышко, вы видите мокрый след, да, от пара. То есть мы с вами еще и дезинфицируем поверхность, это на самом деле здорово. Я держу вот эту кнопку и вожу пылесосом, да, очень здорово, очень классно, видите, он быстро, высыхать сейчас будет вот этот след мокрый, вот, пара. Давайте покажу вам, как на ковре. На ковре переносить его вообще вот за эту ручку, вот за это удобней. Вот, перенесла на ковер, а пылесосить я придерживаю еще второй рукой, сейчас она у меня занята, тоже за эту ручку. Одной держу здесь и паром тоже коврик обрабатываю, на самом деле это очень здорово, это очень круто. Девчонки, можно теперь выкидывать швабру, выкидывать веники, все. Я была вчера в восторге, если честно, я поняла, что это облегчает мой труд и жизнь мою. Так, давайте покажу вам, как на ковре, вот сейчас где у нас мусор, вот шерсть, видите, но ее много даже невидимой от кота. Сейчас вот мы с вами пройдемся. Я вчера прошлась, но все равно вот мне приходится этот коврик и вообще полы ежедневно убирать, потому что животные, поэтому это спасение. Так, пар у меня выключился почему-то, включила пар, включаю пылесос. 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 всю шерсть он все собирает мне там что-то гремит мне кажется вчера еще какой-то мусор я сейчас обработаю ковер и покажу вам сколько будет мусора но сегодня уже немного вчера прям было прилично хотя вот так вот на ковре его и не видно обработала ковер он идеально чистый все прям знаете на душе спокойнее вроде как и пропылесосила и паром убила знаете вот этих всех постельных плотненных клещей до которые у нас бывают заводится но супер и вот сколько видно вам комочек вот этот сколько шерсти набрал он с ковра блин девчонки лучше открыть вам показать сейчас вот то есть казалось без чистого ковра только вчера вечером я пылесосила да отлично отлично я обязательно теперь когда буду менять постельное белье обязательно пройдусь по кровати дочери по матрасу паром обработаю и по дивану по нашему прям потрясающе ну девчонки все рассказал девчонки мальчишки все вам показала теперь после уборки квартиры мы с вами эту водичку выльем чтобы осадка там никакого не было чтобы налета не было я выливаю все-таки можно конечно стать потому что все равно я скорее всего буду убираться им каждый день но это удовольствие не знаю для меня прям удовольствие на самом деле спасение знаешь твои полы чистые ты знаешь что они обработаны я люблю я не люблю ведь я почему мы упал и каждый день даже если какая-то крошка под ногами снова мне по дому хожу босиком я не люблю все мне надо убираться и полы мило каждый на самом деле тем более животные в доме тем более будет малышку так что мне кажется прям это спасение классный агрегат я не нарадуюсь как писали многие в отзывах как я не представляю как я жила без него раньше удобно на самом деле удобно если у вас остались какие-то вопросы по использованию задавайте отвечу вроде все подробненько вам рассказала показала да ну и на этой ноте буду прощаться надеюсь влог было вам интересен и полезен всех люблю целую все мои хорошие пока пока все ссылочки полезны в инфобоксе ну